Технический вопрос. Положение локтей. Это, кстати, один из самых крутых вопросов. У Дмитрия здесь возле помоста стоит какая-то интересная жидкость. Я вот чувствую, держу и чувствую уже силу. Вот здесь вот соревновательный день. Три дня до соревнования. Что бы ты сделал бы в этих днях? А, рывок классический, конечно. По два раза подходит к 3-4. 90% тренировок идет Тачингу. Поехали. Ребята, всем привет. Меня зовут Алексей Тарахтей. Дмитрий Чумак. В сегодняшнем видео мы с вами поговорим и расскажем вам основные этапы подготовки к соревнованиям. И Дмитрий откроет свои закулисные секреты. Я помню чудное мгновение. Передо мной явилась ты. Как мимолетное видение. Как гений чистой красоты. Ровно 5 недель до соревнований. И я постараюсь вам подробнее показать, рассказать тонкости подготовки к соревнованиям за 5 недель. В этой тренировке мы будем делать, Дмитрий будет делать рывок. А со вчерашней тренировки у нас есть записи, как он делал толчок. Я буду делать приседания. Иногда мы будем с небольшой задышкой, но зато в рабочем режиме. Поехали. Так, приседульки. И сразу же первый вопрос к вам. А хрустят ли ваши колени во время приседания. И как вы думаете, что это? Старость или особенность? Буквально 10 минут назад Дмитрий уронил такую фразу, что по 50-70 килограмм он чувствует... как пойдет ли тренировка или нет. Поэтому сейчас вопрос к нему. Пойдет ли тренировка сегодня? Да, да, да. Сегодня тренировка пойдет. Еще раз повторюсь, что буквально 5 недель до чемпионата мира. Это ответственный период. В принципе, такое снимать вообще нельзя, потому что это очень-очень-очень такое сильное секретное закулисье. Но Дмитрий покажет свою сегодняшнюю тренировку. Он все равно показал свою тренировку в толчке. Опять же, этот период очень важен, особенно последние 5 недель, потому что именно в этот период большая интенсивность и атлет как бы находится, так сказать, на пике возможности. Поэтому мы сейчас посмотрим, как оно. Очень часто вижу вопросы, как нужно разминаться, непосредственно подходы в рывке. Вот мы проговаривали с Дмитрием. Я думаю, что он сейчас, если сможет, расскажет. На гриф пару подходов, да, делаешь? Ну смотри, лично я делаю так. На гриф ориентировочно может быть и 7 подходов. По 3 раза максимум. На 50 килограмм подхода 3-4 тоже может быть. На 70 килограмм 3 подхода, я думаю, максимум, чтобы все-таки не было это уже кардио, да, какое-то. Но все равно, в любом случае, нужно чувствовать. Хочется еще посидеть на 50 килограмм, 10 подходов сделаю лучше. Лучше вот так. В любом случае, нужно идти на самочувствие, на слабые стороны, у кого там плечи, спины, колени, что там болит. Я думаю, все-таки работа с грифами 50 килограмм более важна. Самое важное, да. По крайней мере, ну, в разминке. Ты помнишь, что ты чувствовал опять педит Олимпиад? Это, получается, ориентировочно, что? Конец июня? Это конец июня. Первые дни июля, да? Блин, у нас, видишь, у нас немножко другая была обстановка, потому что у нас все-таки были, была команда и было из кого выбирать. И мы все равно делали проходки. И мы делали проходку, по-моему, одну в конце июня, одну делали в начале июля. То есть, это как... Ну, 200 я-то орвал и 235, по-моему, толкал. При том, что на соревнованиях, когда поднялся 98... Ну, то есть, ты, в принципе, ехал в Олимпиаду, ты понимал, что ты едешь, что ли, да? Да, я не могу сказать, что у меня как бы все получилось на Олимпиаде поднять, что я планировал и на что был готов. Но, опять же, это уже, да, но это уже история, вот, и тут уже обсуждать нечего, в принципе. Обычно такой интерес, да, за пять недель проявляется? За месяц самый такой какой-то вот... Мне кажется... Ты уже понимаешь, что все, как бы, вот ты уже готовишься на чемпионат мира. За восемь, за пять, за семь месяцев этого не понимаешь. Мне кажется, за пять недель начинает появляться именно дополнительное давление только в голове. Ну, по крайней мере, у меня так было. Да, чувствовал такое напряжение? Ну, оно же однозначно, что оно поддавливает, и ты уже понимаешь, что в специальный день Икс ближе и ближе, и ты начинаешь уже так подтремовать. Технический вопрос, очень частый, и особенно в последнее время в интернете, связанный с кроссфитом, положение локтей. То есть я на семинарах, в обучающих видео, у всех рассказываю, что там локти немножко разворачиваем вперед, то есть не прямо, а там под 45 градусов, да? То есть я смотрю, что ты тоже, как бы, у тебя все равно есть проворот локтей. Если честно, я так особо никогда не задумался за этим, то есть прямо, как я делаю локти конкретно. Реально вообще. Ну, штанга заводишь за голову, правильно? То есть она не на голову. Ну, сложности, ну как, я это искусственно не делаю точно, то есть искусственно не завожу, я чувствую, что она была максимально. Я чувствую, что штанга лежит здесь. Потому что когда вот эта часть смотрит вверх, штанга лежит на плечах, вот здесь, знаешь, нагрузка. Вот это разворачиваешь, ты получается, что больше заводишь назад. Ну, смотри, здесь могу сказать только так, я больше стараюсь чувствовать, чтобы она была просто по центру в целом. То есть я, если бы я чувствовал на плечах, я не знаю, сколько бы я так удержал. С другой стороны, она, конечно же, на плечах по-любому. Поэтому я даже не знаю, честно, не могу даже ответить, как правильный. Я всегда чувствовал, чтобы она была прямо, чтобы она не здесь была, не вот там, вот, ну, то есть я смотрю, что делаешь. Я это понимаю, для чего ты это делаешь, но просто для камеры расскажи, почему делаешь рывковую тягу плюс рывок. Очень часто тягу делают хорошо. Есть такие, которые делают рывок хорошо, есть, которые тягу делают там плохо. Но, как правило, тягу легче понять, я так понимаю, ну, я думаю, что легче понять, как вот это сделать, потому что, да, это половина движения. То есть с целью, с целью все-таки задать вот это, ну, чувствовать траекторию. То есть делаешь тягу правильно и точно так же делаешь его в 2 раза. У меня это, мне это, как бы, добавило чувство в технике. Соня, отвлекает. Такая минимальная, как бы, стука, всего лишь тягу добавить в спиро. Но я почувствовал, что я лучше рвать стал. Ты спрашивал, я даже не знаю, сколько на 100 килограмм подошел сейчас. Три, походу, четыре, два, сколько я сделал. Ну, потому что, ну, потому что сейчас мы можем провернуть видео назад и почитать. Ну, сейчас самый провокационный вопрос, который мы надумали. У Дмитрия здесь возле помоста стоит какая-то интересная жидкость. Я вот чувствую, держу и чувствую уже силу. Пойду поприседаю. Самая обычная, простого молодого дракона кровь. Молоденького, 140-летнего обычного дракончика. Как-то после массажа хорошо проседается. Так, ну, 120 килограмм. First attack. Сейчас идет кэмп и очень часто ребята, которые приехали на кэмп, заходят смотреть, как ты делаешь тренировку. И один из самых таких топовых вопросов в первые дни был... Почему ты делаешь рвок touch and go? Ну, то есть, касание и, то есть, не то, что отпустил там, опять натянулся, то есть, непрерывные. Всегда ли это делаешь? Если да, то с каким весом максимум? Если нет, какие периоды в основном ты их используешь, такую технику? Это, кстати, один из самых крутых вопросов. И я скажу так, что вот это уже из за кулиси интересное, что, знаешь, как говорят, это гениальное просто, да? Touch and go, вот по два, по три раза рывок, там, толчок на грудь, взятие, все что угодно. Уникально тем, что ты в любом случае найдешь идеальный баланс. То есть, ну, я так считаю, в любом случае. Сделал ты рывок один раз, даже если там коряво, неправильно. Ты опускаешь, ты не опустишь неправильно. Такая, как бы, автоматическая корректировка техники, то есть... С каким весом? Да вообще, я считаю, с любым это совсем, ну, до 80% нужно... Кому ты советуешь такое упражнение? Кому использовать? Можно ли это начинающим? Либо какого класса должен быть атлет, чтобы он мог использовать его? Вообще, как бы, любого. Вопрос же в весе. Ну, если ты 50 килограмм, у тебя рекорд там 70, ну, окей. То есть, если ты рвешь там 180, то, ну, 170. Это уникально, в первую очередь, для, как бы, такой, скажем, техники. Очень, я считаю, это очень важно. Если вот все начнут это делать, прям, серьезно, чуть-чуть улучшится техника, по-любому. Ну, просто интересный вопрос к тому, что, если представить себе там атлета, который имеет опыт 1-2 года, и он делает это такое же упражнение в Touch and Go, он делает с горбатой спиной 3 раза, и вот он дергает вот так вот. Мое личное мнение, чтобы я бы для начинающих максимум, там, наверное, после Advanced, наверное, после того, после среднего уровня уже можно было, а до, потому что люди не всегда умеют вставлять правильно спину, не всегда, как бы, правильно, координационно выполняют упражнения, соответственно, как бы, добавление скорости им не придаст больше килограмма, им придаст просто больше, как раз, координационности, и наоборот, он будет лететь, знаешь, влево-вправо, то есть оно будет. Так, сегодня у нас день ног. У кого-то день рывка, у кого-то день толчка, у кого-то просто день ног. Вот сюда килограммщиков 60-80. Какой у тебя рост? 175. И сейчас вес? Сейчас. Сейчас где-то 105. 105. Ну, вот из твоей практики, из твоего опыта, с таким ростом, оптимальная категория? 102 идеальная щита. 109, ты же понимаешь, нужно весить на подготовке 113, минимум. Ну, даже больше. Даже больше. Ты весил сколько? 110, наверное? Ну, 110, иногда, там, редко, когда было 111, в основном 110, и то этого было недостаточно, потому что 11-12, наверное, давало больше. Поэтому 109, наверное, где-то 116-117. Вот. Ну, и рост. Я так понимаю, что я тоже был не совсем, у меня не совсем тот рост, у меня 1,81. Ну, для 105 это хорошо, но вот 109, мне кажется, это было бы уже слишком для меня. А у меня, знаешь, сейчас спрашивают еще момент, сколько раз в неделю приседаю, ну, и типа, соответственно, а как надо? Как ты считаешь, как надо? По приседаниям, ну, опять же, тут вопрос еще в зависимости от задач. Если слабые ноги, конечно же, нужно приседать. И нужно приседать, кто-то должен приседать 5 раз, кто-то должен 3 приседать, да? Я считаю, что это хорошо практиковать комбинированные, допустим, динамические упражнения с силовыми, то есть сделать, допустим, приседания на плечах, ой, на груди, плюс толчок со стоек, да? То есть ты присел, взял со стоек, снял, два раза присел, два раза толкнул. То есть работа, работа, да. Тот же самый толчок, ты можешь взять на грудь, присесть и толкнуть. То есть особенно это хорошо для подготовительного периода, как нарабатывать базу. Вот сейчас, например, я на раз порвал, не на два, не на три. Ну, чувствую, некомфортно порвал первый раз, очень некомфортно. То есть не стал корячиться, чтобы порвать там три раза. Я придерживаюсь того, что нужно там по два, по три раза рвать, минимум, уточный угол. По разу, ну, как бы, неэффективно. Ну, это вот, вот я сейчас порвал, чувствую, ну, некомфортно. Я лучше отойду, три минуты подышу, настроюсь и сделаю на три раза более технические. Кстати, ребята спрашивали пару дней назад, кемповцы, относительно того, что если ты, допустим, делаешь тренировку и на 70% у тебя упала штанга. Вот, что делать? Ну, то есть, типа, нужно, как бы, поднимать больше, поднять еще раз, либо скатиться вниз, что нужно еще делать, да? Да, завязывать нужно, однозначно. Вот, но перед тем, как завязать, нужно еще раз подход попробовать поднять. Нужно еще два-три годика попробовать. Попробовать поднять этот же вес. Если вдруг ситуация повторяется, скорее всего, нужно либо откатиться вниз, там, сделать пару шагов назад, там, на 20-30 килограмм вниз, вот. Либо, я так понимаю, на 70%, на 80% это произошло. Это может произойти только в случае того, что если что-то болит. Но, как мой тренер всегда говорил, говорит, что... Возможно, вчера весь милить просто. Да, что, вне зависимости от того, в какое время суток тебя поднимут, там, в 2 часа ночи, либо в 4 часа ночи, ты всегда должен быть готов поднять минимум 80-85% от своего лучшего. Сейчас Дмитрий делает еще один подходик, и у меня есть один интересный вопрос для вас, который, я думаю, будет очень интересным для вас. Что ты скажешь, за сколько хорошо, вот по твоему самочувствию, то есть для тебя, за сколько ты делаешь по времени последнюю плетитку в рывке, либо там выход в зону 95 и выше, и в толчке перед соревнованием, именно не перед проходящими соревнованиями, а перед основным стартом. Ну вот, смотри, с Марковичем начал тренироваться. Для меня было первое, может быть, старта два. Это был чемпионат мира в Ашхабаде, а и Европа сейчас, соответственно, да. Было немножко так пугающе, но, наверное, месяца полтора. Последний? Да. Последний рывок или последний толчок был? И рывок, и толчок. Причем это было, ну вот, я 170 провал, 200 столкнул, все. То есть это было немножко необычно, но как бы была наработка. Маркович, в принципе, видел, что, ну... Маркович это тренер? Да, да, Михаил Маркович, да. Поэтому в последнее время делаю задолго. Наверное, связано тоже с тем, что уже есть какой-то опыт, знаешь, там, то есть я занимаюсь этим давно. Если кто-то занимается не так давно, может, ему будет спокойнее, там, сделать за месяц. Но ни в коем случае, там, не стоит проверяться, делать проходки, там, за две недели, за неделю. Ну, я считаю, неправильно вообще на любом уровне это. Здесь такой еще момент, понимаешь, как говорится, у нас говорят, типа наелся. Вот, например, ты готовился, готовился три месяца. Ты действительно в хорошей форме. И вот ты с две недели делаешь проходку. У некоторых может возникать чувство вот этой сытости, типа, фу, порвал там свой рекорд, знаешь. Второе, так собраться не получится с две недели. Ну, просто если взять, если взять начинающих, да, то там больше не силовые показатели, как бы, истощение, да, идет не силовых показателей, а там больше, как бы, уверенность, уверенность в психологии, да. Да, для девушек тоже, то есть, если сравнивать, как бы, одного и того же класса, да, девушек и мальчиков, то для девочек нужно чаще быть вверху на высокой интенсивности, потому что, как бы, все равно психология играет роль. Ты сказал чаще быть вверху. Да, они, как бы, чаще должны поднимать вес, потому что они именно, если они верят, то они поднимают, если они не верят, они не поднимают, даже насколько бы она легкая не была. В целом, да, конечно, новичкам нужно, наверное, чуть чаще выступать, проходки делать, идти на максимум. Рекорд мира Европы 209, мира 229. Подойдем к 220. Как-то так. Так, ну, Дмитрий, это был последний подход. И теперь время поговорить о насущном. Пишу на английском языке, потому что нас будут смотреть с разных стран. В любом случае, вы на русском. Те, кто смотрит, они будут, вы будете понимать это лучше. Представляем, что у нас вот здесь вот соревновательный день, и у нас есть три дня до соревнования. Вот, интересно, что бы ты сделал бы по тренировочному плану в этих бы днях? Какой бы первое? Рывок классический, конечно. Сколько процентов ориентировочно? Ориентировочно, ну, пускай будет 45-50. Хорошо, 45-50 процентов. По два, да? По два раза подходика 3-4. Опять же, ну, разминка. Хорошо, следующее. Вот что еще? Толчок классический, да. Сколько? В процентах, ну, пускай будет 45-50, да. 1 плюс 1, да? Конечно, да. 1 плюс 1, то есть максимально приближенная, да, к этому. 3-4, да. Приседания на плечах 45-50 процентов от чего? От лучшего в толчке, либо от... Ну, давай так, например, 100 килограмм. Все-таки лучше будет, наверное... Лучшего от лучшего в толчке. То есть ты считаешь 45-50 процентов от лучшего в приседаниях, либо от лучшего в толчке? От чего ты считаешь 45 процентов? Ну, конечно же, от приседания. От приседания. От приседания. Рывок классический. Тоже. Рывок классический... По два раза. 45-50 процентов, три подхода. Второе упражнение. Толчок классический. 45-50 процентов. Три подхода. То есть практически все то же самое, да? Да, но 45 процентов это все займет тренировка 40 минут. За три дня, кстати, максимально скучные тренировки. Максимально они должны быть настолько сохраняющими. Хорошо, предстанечего, да? Да, тоже в ГЭК-склад, тоже процентов 45-1-1. Вообще просто исключительно для разогрева. Хорошо, про что здесь три дня. То есть это, скорее всего, именно тот день, когда ты прилетаешь на соревнования в основном? То есть это первая тренировка после прилета на новую локацию? Да, да, да. Джетлэк, то есть акклиматизатор. Да, да, да. Здесь, значит, хорошо покушать. Хорошо покушать. Отоспаться. И 30 минут растяжки. В день прилета ни в коем случае... Я лично, конечно же, советую не тренироваться. Не тренироваться. Толку не даст, а травмироваться можно. В принципе, вот так вот выглядит картина. Я думаю, что вам это должно быть интересно. Опять же повторюсь, что здесь у нас день соревнований. Это три дня до соревнований. Как вы видите, допустим, то, что практикует Дмитрий. Опять же, кому-то это подойдет, кому-то это не подойдет. 45-50% он сидит в рывке, в зоне, в рывке, в толчке. Приседания тоже так же. Первый день до соревнований, второй день до соревнований то же самое. И после прилета в основном стрейтинг и небольшая разминка. Ребята, вопрос номер два. Кто угадает, получает футболку. Сколько Дмитрий сделал подходов на 100 килограмм? Надеюсь, что вам понравилась эта тренировка. Последнее слово за Дмитрием. Напутственное слово. Друзья, конечно же, это лично мой опыт. Это то, что я понял, к чему пришел за 15 лет тренировок. Ни в коем случае я не доказываю, не настаиваю на этом. У каждого есть действительно своя какая-то наработка. Действительно какая-то методика, которая подходит ему наиболее. В любом случае, я буду рад, если кому-то будут полезны мои советы. Ну и не забывайте подписываться на нас в инстаграме. Ставьте лайки, комментируйте и выигрывайте в футболке. До встречи. Пока.